МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждый из нас в детстве имел какое-то увлечение. Кому-то нравилось рисовать, кто-то делал аппликации, кто-то вязал, собирал фигуры из мозаики или создавал модели военной техники. И нам было хорошо, когда мы занимались любимым делом. Здравствуйте! В эфире программа «Детский мир». Меня зовут Юлия Молостова. И поговорим мы сегодня о том, какие интересные занятия вы можете предложить своему ребенку, и как они, эти занятия, могут повлиять на его творческое и интеллектуальное развитие. Несколько лет назад во всех школах России были введены новые стандарты обучения. Теперь во второй половине дня дети не расходятся по домам, они заняты внеурочной деятельностью. И порой она настолько интересна, что вполне может стать семейным увлечением. Приглашаем вас в Беляевскую школу Оренбургской области. «Если вы не очень болит, истощая, или поролея, и бабу не будут, приходите в гости к нам, посолеет, там дети любят, и любят, и любят». Мамы и папы, помните, именно так начиналась программа «В гостях у сказки», популярная во времена нашего детства. Каждую неделю после уроков эти ребята сами делают сказку. «Вот там терем-теремок, плавный да нарядный». «Я лягушка-поскакушка, будем пить с тобою чай». У меня лягушка-квакушка, но она такая задорная. Сначала я привыкала к голосу, вот это «ква», вот это, но потом ничего. И вообще я хочу быть актрисой. Кружок «Театр кукол» появился в Беляевке два года назад. Его работа заключается не только в постановке спектаклей. Это своеобразный институт начинающих деятелей сцены. «Речь у нас, кукловедение, декорации мы изготавливаем, и, ну, конечно, коммуникативные навыки общения друг с другом». «Очень мне нравится, ну, как-то я не знаю почему, но прям очень без ума нравится. Мы с ребятами делаем декорацию к сказке «Три поросенка». Ниф-ниф, нуф-нуф, наф-наф. Вот. Я сделаю деревянный домик. Вон мальчик Слава с Колей, они делают соломенный домик. А это Саша с Ирой, они делают кирпичный домик. Свой собственный театр можно устроить и дома. Сделать декорации из подручного материала, определиться с героями и почувствовать себя настоящим режиссером. Придумать и поставить сказку, которую ваш ребенок еще никогда не слышал. В среднем школьном звене федеральные образовательные стандарты были введены два года назад. В числе прочего, это означает, что современные пяти-шестиклассники, как и учащиеся начальных классов, теперь тоже заняты во второй половине дня. Заглянем на одно из таких занятий. Что это? Декупаж, пустая бутылка, салфетка и клей. Вот основной материал для создания красивой авторской вазы. Квиллинг или бумагокручение – тоже очень интересный вид творчества. Это все надо делать очень аккуратно. И если стилистюр сильно прижмешь, то оно не расправится. И получится то, что скрутил простой круглой. Потом это можно выгнуть в капельки, а из этих капельок сделать цветы. Клея надо чуть-чуть. Если переезжал и много клея, то склеится один большой лепесток. Наверняка откуда-нибудь из Египта вам друзья привозили бутылочки с причудливо выложенным цветным песком. Или вы сами кому привозили. Есть аналог песку – соль. Смешиваем ее с гуашью тщательно, чтобы не было белых гранул. Пересыпаем в обычный пластиковый стакан. И тут начинается самый ответственный момент. Все, теперь можно украшать. Мы берем обычную плотную пленку и акриловые краски. Вырезаем такой квадратик, рисуем шаблон из бумаги и приклеиваем скотчем к этой пленке. Потом переворачиваем на обратную сторону этот шаблон и рисуем на нем акриловыми красками. Украшать можно как угодно и чем угодно, насколько хватит фантазии. Можно красивыми камнями, с этими ниточками. Можно разные веточки сделать. Вот и никаких египтов не надо. Сами можно сделать сувенир не хуже привезенного из-за границы. О том, как хобби влияет на творческое и интеллектуальное развитие ребенка, мы поговорим с психологом Аллой Тишковой. Алла Александровна, свою программу мы начали с разговора о школьном театре. Вот что может дать ребенку это увлечение? На самом деле школьный театр очень многое может дать ребенку. Причем как для интеллектуального развития, познавательного развития, так для его и личностного развития. Ведь что такое театр? Когда ребенок туда приходит, он проживает там какие-то роли. Он бывает хорошим героем положительным, он бывает отрицательным героем, но прежде всего он входит в эту роль. И, соответственно, у него формируются какие-то определенные установки. Он принимает определенные поведенческие нормы. И даже в процессе театральной деятельности может происходить такое формирование или развитие этических представлений и нравственных представлений. Ведь он делает оценку, он анализирует своего героя. И, следовательно, он определяет и свою собственную позицию. В личностном плане вообще очень много для развития самооценки это дает. Потому что любой человек, ребенок ли это, в любом возрасте я имею в виду, ребенок ли это маленький, взрослый ли человек, занимается только тем, в чем он успешен. Ну невозможно заниматься там, где ты чувствуешь себя не очень хорошо, правильно? Это реализуется базовая потребность в самоуважении. И, соответственно, подкрепляется самооценка. Ребенок чувствует себя уважаемым, ребенок чувствует довольным от того, что он успешен. И это стимулирует его мотивацию достижений. А мотивация достижений двигает его к результату. Он чего-то хочет добиться. Возможно, он хочет уже стать лучшим актером, предположим. Очень много влияет на эмоциональную сферу. Проживание ролей формирует эмоциональную отзывчивость, эмпатию как способность к сопереживанию. И, конечно же, в познавательном плане, несомненно, тоже здесь влияет на такие познавательные процессы, как память, восприятие, даже восприятие пространства, восприятие сцены, предположим. И, конечно же, я думаю, что на аналитические способности. Теперь хотелось бы подробнее остановиться на декоративно-прикладном творчестве. Дети очень любят делать что-то своими руками. Насколько это полезно? Я думаю, что здесь нужно говорить даже, может быть, более конкретно о каком-то виде деятельности, потому что, в принципе, любая деятельность развивает. Но вот бисероплетение, если говорить о нем более конкретно, это, во-первых, тонкая моторика руки. И для ребенка дошкольного возраста это особенно полезно, потому что он пойдет в школу, и ему необходимо будет осваивать навыки письма, где как раз вот эти умения и требуются. Кроме того, в бисероплетении обязательно пользуются схемами. Любая ли техника, там, французская ли техника плетения, еще какая-то техника плетения, но обязательно перед ребенком кладется схема. Сколько каких бусинок на каком уровне должны быть расположены. И когда ребенок работает со схемами, у него развивается знаково-символическая функция мышления. Это вообще очень здорово. Опять же, он приходит в школу, а там везде знаки и символы. Буквы, цифры, краткая запись задачи. Это, в принципе, одно и то же. Это символическая деятельность. И бисероплетение, как вот ни парадоксально, или, может быть, покажется странным, это обеспечивает, этому способствует. Ну и плюс ко всему, посмотрите, готовый продукт, красивое изделие. Это, опять же, художественный вкус. Это восприятие цвета, прежде всего. Это композиционное восприятие. Алла Александровна, вот как помогает ребенку его увлечение в повседневной жизни? Увлечение подкрепляет ребенка и его самооценку. Представим себе такую ситуацию. Он, на самом деле, не очень успешен в школе. Может быть, у него не очень хорошие оценки по математике или по какому-то другому предмету. Но для чувства самоуважения должна быть успешность в какой-то другой деятельности. И если он успешен, предположим, в хореографии, успешен в рисовании, это компенсирует вот те негативные какие-то ощущения, которые у него присутствуют во время нахождения именно на данном уроке. Это подкрепляет его самооценку. И так, собственно говоря, и развивается дифференцированная самооценка. Дифференцированная самооценка – это осознание того, что да, здесь я не очень успешен, у меня здесь не очень хорошо, но зато в другой области я успешен, я признаваем, и я там чувствую себя комфортно. И, собственно говоря, это вообще общий принцип нашей жизни. Мы всегда компенсируем то, чего нам не хватает в какой-то другой деятельности. Алла Александровна, спасибо вам. Ну а буквально через несколько секунд в нашей студии начнется мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству. Не пропустите. В гостях у программы «Детский мир» художник декоративно-прикладного искусства, педагог дополнительного образования областного дворца творчества детей и молодежи имени Полиничка Марина Сылкина и ее воспитанница Александра Гайнулина. Мы покажем, как будем лепить из глины, а потом расписывать. Марина Васильевна, вот глина, казалось бы, очень доступный материал. Мне интересно, из любой ли глины можно сделать поделку? Ну вот, конечно, да, они из любой глины. Я сколько перепробовала глины, они бывают разные. Есть сухие, есть пластичные, более мягкие, более жесткие. У нас глина Акбулакская прекрасный вот этот розовый цвет, замечательный такой светящийся. То есть вот так вот серый комок после этого... Да, она просто меня покорила вот этим цветом розовым. Хотя вот по пластике она немножко суховатая. Вот на этапе заготовки она быстро потеряет форму, если ее вот, грубо, надавись на нее. То есть надо бережно. И вот это бережное-бережное отношение, эти слова, они постоянно у нас вот на протяжении всего обучения. Потому что если не любит материал мастер, вот, то этот материал ему не рассказывает, свои секреты не открывает. Сегодня мы покажем фигурку. Наша оренбургская козочка пуховая. Вот мы ее лепим и в паутиночках, и в теплых шалях, и с клубочками. Ее копытцы, значит, держит она и клубочки. Мы с формы шара делаем колокол. Внутри ты делаешь углубление. Да, чтобы внутри пусто было. Устанавливай ее, ровняй, выравнивай. Юбочка как-то. Юбочка как-то. Саша, как сделать так, чтобы мелкие детали, рога, копытца, козы, они держались? Я сначала делала ножичком насечки, а потом можно брать клей, например, на рог намазать и приставить. А клей – это просто жидко-развезенная глина? Ну, вот сейчас уже мы видим готовую фигурку. Ее обязательно нужно высушить в атмосферных условиях. До полного высыхания она становится светло-серенькой. Потом уже отправлять ее в печь. Печь 800-900 градусов. Вот после обжига козочка приобретает такой приятный розовый цвет однотонный. И теперь уже можно ее приступить расписывать. Очень красиво и оригинально. Глядя на вас, мне самой захотелось взять в руки глину и что-то самой попробовать слепить. Но это уже после эфира. Ну, а прямо сейчас вас ждет еще один увлекательный мастер-класс. В воздухе уже витает тонкий запах мандаринов и сосны. Скоро Новый год. Есть еще время подготовить подарки и новогодние украшения. Педагог дополнительного образования Центра внешкольной работы подросток Ольга Смолева и ее воспитанница Самира Сафарова расскажут нам, чем можно порадовать своих близких. Ольга Сергеевна, расскажите, пожалуйста, что мы сегодня будем делать, что вы нам сегодня вместе с Самирой покажете. Под этот Новый год мы с детьми решили вспомнить сказку «12 месяцев». В этой сказке девочку посылали за живыми цветами, подснежниками. И мы решили сделать подарки близким своим под Новый год подснежники из бисера. Для этого нам потребуется бисер двух цветов – белый и зеленый. Мы пользуемся вот такими подушечками, на которые мы насыпаем бусинки. Кусочек проволоки. И эти бусинки мы будем одевать на проволочку. На одну проволочку мы одеваем определенное количество бусинок. Здесь, в этом лепесточке, у нас идет по возрастанию. От одной бусинки до пяти. И вторым кончиком закрепляются, то есть в обратном направлении, чтобы мы смогли затянуть в разные стороны. При закреплении у нас получаются вот такие вот рядочки. Я уже сделала. Теперь для того, чтобы соединить нам цветочек, нам нужна бусинка, сердцевинка. Она может быть любого цвета, ну, яркая, красивая. И вокруг этой бусинки мы должны как бы присоединить все наши лепесточки. Вот. Для одного цветочка нам понадобилось вот пять лепесточков. И аккуратненько все это мы скручиваем. После изготовления этих цветочков нам нужно обкрутить их вот такой вот бумагой. Это гофрированная бумага, но только режется она тоненькими ленточками. Нам нужно еще клей ПВА, чтобы закрепить кончики бумаги, чтобы они у нас не раскручивались. Вот здесь вот мы закрепляем возле самого основания. Сами вот так теперь бумагу держи и крути цветочек. После того, как стебелек мы обкрутили, тоже отрываем бумагу и подклеиваем. Еще для этой работы нам нужно сделать зеленые листики. То есть теперь нам нужно будет насыпать зеленый бисер и изготовить по такой же схеме, таким же принципам, шесть зеленых листиков. После изготовления листиков они присоединяются к цветочку вот в таком положении. После этого все три подснежника мы собираем в букетик. Дальше нам нужно эти цветочки оформить. Для этого мы возьмем небольшую крышечку, вставляем туда все наши проволочки, которые остались от подснежничков, как корешочки, и закрепляем там пластилином. Все аккуратненько разравниваем. И сверху мы можем украсить этот пластилин либо цветными пайетками, либо, может быть, какими-то ракушечками. То есть здесь работает фантазия ребенка. Из бисера можно сделать очень много всего интересного. Я вот вижу и яйцо у тебя есть замечательное, и розочки, и дерево красивейшее, и картина лежит у нас. Вот расскажи мне, пожалуйста, про картину. Вот это морской конек, это золотая рыбка, это дельфинчик, это бычок, это радужная рыбка, это мальки. Скажи, что еще интересного можно сделать к Новому году для друзей и просто для того, чтобы украсить свою комнату? Можно вот такого снеговичка сделать. А потом эти фигурки куда? Можно их клеить на окна или как? Можно на окна, можно на стены, можно на дверь. Самир, ну помимо фигур из бумаги можно делать все такие вот объемные фигуры. Расскажи, пожалуйста, что у тебя в руках? У меня снеговик в руках. Как его сделать? Надуваешь шарик, потом берешь нитки, опускаешь нитку в клей, обматываешь шарик. Получается круг шарик. Лопаешь шарик и вытаскиваешь его. Самир, а у тебя снеговик полностью готов или ты его еще будешь как-то дорабатывать? Я его еще буду делать. Вот так нос приклеим, шапочку приклеим и будет он у нас готовый. Красота своими руками. Самира, ну ты настоящий мастер. Ольга Сергеевна, вам большое спасибо, что учите ребятишек делать такие замечательные вещи. До свидания. До свидания. До свидания. Ровно через неделю в программе Детский мир мы встретимся с вами вновь. А поговорим о том, как сделать новогодние праздники и новогодние каникулы незабываемыми для вашего ребенка. Ну а прямо сейчас заходите на наш сайт в интернете orininform.ru. В разделе «Видеопроекты» вы можете посмотреть прошлые выпуски нашей программы. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова